Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Рената Булхаиров. И мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Так, глава региона Александр Мор побывал в Тобольске с рабочим визитом. Одной из точек посещения стал спортивный комплекс «Молодость», который открылся после глобальной реконструкции. Качественное современное оборудование, большой зал для настольного тенниса, зал для баскетбола, для сухого плавания и два бассейна. Губернатор отметил, что условия, которые предоставляет спорткомплекс, открывают новые возможности. И для достижения высоких результатов как профессиональными спортсменами, так и любителям. Он отметил и другие изменения в городе. Ну, просто приобрежается на глазах. И я очень рад за Тоболяков. Это очень красивый, современный город. С современными условиями, не важно, для занятия спорта, для отдыха, для творчества, для развития туризма. Но Тобольск, конечно, безусловно, хорошеет. И я уверен, что мы будем продолжать реализовывать нужные для Тоболяков проекты в самых разных сферах жизни. Преображение спорткомплекса «Молодость» спортобъекта стало возможным благодаря программе «Тобольск-2020», реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией «Сибор». В Тобольске становится светлее, и не только в центре, но и в отдаленных микрорайонах. Шесть проектов уличного освещения уже внесены в городской бюджет на 2022 год. С подробностями Наталья Китова. Темнота уходит с Тобольских улиц. Светлее становится не только в новых микрорайонах, но и на окраинах города. Было темно, стало, вот, светло, не страшно ходить с девушкой. Да, собаки не кидываются. Ну, собак видно. Да, светлее стало, как бы, и по переулкам теперь не нужно ходить, то есть можно напрямую идти. Светлее стало, я вот рада, что вот тут вот у нас фонарь горит, и с той улицы тоже горит фонарь, именно вот на нашей улице. Я люблю свой город, мне кажется, вот иду и светло, иногда поздно вот хожу, светло, фонари горят. В подрядной организации выполнены работы по восстановлению уличного освещения на улицах Нижнего Посада. На сегодняшний день мы выполнили работы по улице Абдулова, она у нас никогда не была освещена, то есть, соответственно, по просьбам жителей мы эту работу провели, запустили в микрорайоне Менделеева, мы неплохую работу выполнили в части освещения. Работы выполнены на улице Басова по 2-й северной, переулке 2-й луговой. Светлее станет в микрорайонах Анисимова и Иртышском. На 16 километров сетей произведена замена голого провода на самоизолирующий. В этом году произведут замену 900 светильников. В этом году мы разработали 6 проектов на строительство уличного освещения, и они прошли экспертизу достоверности сментной стоимости. Это Уадский тракт от железнодорожного моста до Северного кольца, улица Верхнефилатовская, Портовая, улица Ремензова в районе спортивного комплекса «Кристалл», улица Самаровская и улица 4-я Северная. Все эти проекты включены в бюджет 2022 года, и при условии выделения средств все они будут реализованы. Два раза в месяц специалистами проводятся исследования, составляются акты по состоянию освещенности улиц города. На сегодняшний день она составляет 97%. Это выше норматива. Наталья Китова, Михаил Куричко, Рустам Рузеев. Тобольское время. Экологическое ЧП произошло в Нижнем Посаде Тобольска. С подробностями Ольга Куричко. Патрулирование городской дамбы специалисты осуществляют постоянно. Был очередной рейд, и они обнаружили вблизи микроэйона Южный разлив нефтепродуктов. Обнаружено подозрительное скопление жидкостей. По этому факту были написаны обращения в природоохранное надзорное ведомство. Администрация города также проводит проверку по данному факту. На окраине города в безлюдном месте орудовали настоящие вредители. Загрязнен большой участок городской среды. Вещество, напоминающее мазут, толстым слоем покрыло землю, воду. Рядом расположено только ветхое строение. Имеет ли оно отношение к экологическому ЧП, пока неизвестно. Специалисты берут пробы, отслеживают ситуацию. Здесь же они обнаружили горы мешков с мусором неизвестного происхождения. Привлечены бригады для очистки пострадавшей территории. В Тобольском межрайонной прокуратуре организовано проверочное мероприятие с вызовом специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора. В настоящее время проводится отбор проб и установление субстанции, которая была разлита. По результатам исследований будет установлен ущерб нанесенной природе и приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Правоохранительные органы ищут виновных в случившемся. Одновременно специалисты делают расчеты для проведения мероприятий по рекультивации почвы. Опасности попадания нефтепродуктов в реку Иртыш нет. Все делается для того, чтобы не допустить экологической катастрофы. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Одни губят природу, другие ее берегут. Более 40 видов птиц обитают на территории предприятия «Запсибнефтехим». Орнитологи ежегодно проводят обследования и обнаруживают новые виды пернатых соседей. Например, специалисты встретили беркута, который занесен в Красную книгу России. Кого еще здесь можно увидеть, расскажут наши корреспонденты. Подойти близко к Чибису уже не сложно. Пернатый друг привык к соседям из «Запсибнефтехима». Ведь на территории нефтехимического предприятия птицы поселились давно. Ежегодно орнитологи изучают новые места их обитания. Там, где находят гнезда пернатых, устанавливают специальные знаки. Это сигнал, чтобы не проводить работы на отмеченной территории. Это позволяет не травмировать птиц в период гнездования, в период насиживания, в период, когда у них появляются птенцы. И таким образом позволяет птицам успешно закончить сезон размножения. Орнитологи при изучении территории встретили 45 видов птиц и обнаружили 25 гнезд. Чибисов, травника, большого веретенника и широконоска. Каждый год сюда возвращаются пернатые, чтобы проводить гнездование. К этому располагает и хорошая экологическая обстановка, и забота о птицах. Такие хорошие, красивые кормушки. Такие объемные, что можно вообще-то очень много. Они, конечно, прилетают. И всю зиму находятся на этих кормушках. Здесь у нас и вороны, и сороки, конечно, сразу приклеиваются к этих малышкам. Но мы стараемся, естественно, покормить. Здесь у нас обитают и воробьи, и синицы, и снегири, и чибисы, и утки. Список птиц пополняется с каждым годом. С заводом Запсипнефтехим соседствует уже и воракушка, вертишейка, желтая трясогуска и другие пернатые. Их исследования проводятся в рамках комплексного проекта по охране птиц «Территория чибисов». Программы социальных инвестиций Сибура – формула хороших дел. Каждый год подтверждает, что производственная площадка Сибура соответствует мировым масштабам экофрендли для птиц и для их среды обитания. Орнитологические обследования на территории Запсипнефтехима проводят уже третий год. И размножение птиц наблюдается постоянно. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, «Тобольское время» при содействии Пресс-службы Запсипнефтехима. Преподаватели Российского химико-технологического университета имени Менделеева обучают тобольских школьников. В рамках проекта «Менделеевские классы» ребята выходят на связь с преподавателями Московского вуза дистанционно с начала учебного года. На этой неделе эксперты приехали в Тобольск и провели очные интенсивы по физике, химии и математике на базе школы номер 16. Заглянуть на пару лет вперед и попробовать решить задачи, которые ожидают на следующем этапе образования, предлагают преподаватели Московского вуза тобольским школьникам. Основная работа, конечно, сейчас с тем, что будет на ЕГЭ, но даже в этом случае важно не просто прорешивание по шаблону. Все задачи, они практикоориентированы, причем практикоориентированы с перспективой применения как раз химической промышленности, чтобы четко дети понимали, что это не просто какая-то абстрактная наука, а это в данном случае направление, чем они будут заниматься дальше. И как именно физика, хотя вроде бы химия где-то и где физика, на самом деле очень рядом, и ее можно использовать, и это позволяет им расширить себя как будущих специалистов. Такой подход не только позволяет прокачать навыки, но и расширяет кругозор. Я думала, что я буду всегда изучать в основном только химию, но здесь мне показали, что нужно изучать абсолютно все науки, что деления здесь абсолютно никакого нет, и все важно. Я участвовала в чемпионате WorldSkills и на региональном этапе заняла первое место. Сейчас жду результаты на прохождение в международный этап и развиваюсь в этом направлении. Менделеевские классы – это комплекс курсов по подготовке к ЕГЭ и Олимпиадам. Он разработан преподавателями РХТУ по математике, химии и физике. В Тобольске в этом году проект реализуется в 9-й и 18-й школе. В течение учебного года занятия с классами Сибура проходили дистанционно. В очном формате присоединились и ученики инженерных классов 16-й школы. Мы заинтересованы, чтобы данная программа и данные курсы проходили на базе нашей образовательной организации. Имея высокотехнологичное оборудование, мы рады принимать гостей различной направленности. Но необходим всегда живой контакт человека. Как говорится, глаза в глаза. Когда можно подойти после занятия, задать вопрос, лично пообщаться с преподавателем. Ну, это очень важно. За эти дни их было не так много. Мы познакомились с этой школой. Но действительно, самое современное оборудование. И вы сами можете это увидеть. Отличная школа. Проект стартовал в начале учебного года. Тюменская область совместно с компанией Сибур стали одними из первопроходцев в его реализации. За это время в нем приняли участие более 150 школьников. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Память стражей границ Отечества. Тобляки почтили на митинге, посвященном Дню Пограничника. У мемориала тоблякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, власти благодарили ветеранов-пограничников за патриотическое воспитание молодежи. Они создали музей пограничной службы. Сами проводят там экскурсии для школьников. Понимание, что мы служили не зря. Все равно, что творится в мире, все нападки на Россию. И мы выполняли свой долг. И сейчас следующее поколение также. Наши деды. То есть понимание вот этого всего. И надо молодежь также сейчас воспитывать, чтобы мы жили спокойно, мирно. В обществе состоит официально 30 человек. Неофициально больше 100 человек. Занимаемся военно-патриотической работой в основном. Работа с молодежью, работа с ветеранами. Прозвучал оружейный салют. Воспитанники кадетского класса пограничник вместе с жителями Тобольска возложили цветы к мемориалу. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Хороших выходных и до встречи. Выходные в Тобольске. Переменная облачность. Субботу днем плюс 23-28, в воскресенье плюс 30-31. В ночные часы средняя температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Ветер южный дует со скоростью 3-4 метра в секунду.